Здравствуйте! В сегодняшнем занятии мы попытаемся пойти еще дальше, чем в предыдущем, и научиться не только анализировать соотношения бесконечно малых приращений, но и суммировать их. Это действительно очень важное умение. Допустим, у нас есть график зависимости х-координата скорости некоторой материальной точки от времени. Насколько мы понимаем, бесконечно малое изменение самой координаты через мгновенную скорость будет записываться как vx на dt. И вот если я беру какое-то конкретное значение времени, то вот у нас значение vx для вот этого момента времени, и взяв бесконечно малый интервал времени dt вокруг этого момента, я обнаруживаю, что произведение vx на dt имеет довольно прозрачный геометрический смысл. Это площадь такого бесконечно узкого столбика под графиком нашей функции. И тут я догадываюсь, что если я рассматриваю изменение координаты конечная от некоторого начального, t начального, до некоторого t конечная, то полное изменение delta x будет суммой площадей вот таких бесконечно узких полосочек, и в результате мы получим просто полную площадь под графиком. То есть смотрите, изменение x-конечная минус x-начальная есть площадь под графиком в координатах vxt. И для каждой конкретной зависимости vx от t можно придумать какие-то методы вычисления этой площади. Ну, понятно, если график будет прямой или окружностью, то метод вычисления площади мы узнаем из обычной школьной геометрии. Для более сложной кривой, конечно же, нужны какие-то более сложные математические методы. В общем случае, вычисление изменения самой функции по заданному выражению или заданному графику для ее производной, а ведь vx является производной функцией x от t, в математике называется интегрированием. В этом случае, как видно, мы всегда производим вычисление суммы бесконечно большого числа, бесконечно маленьких слагаемых. На самом деле, интегрирование, как математическая операция, выходит за рамки программы Олимпиад 10 класса, и оно появляется только в 11 классе. Но есть один особый случай, когда произвести такое суммирование бесконечно большого числа, бесконечно малых слагаемых, можно достаточно просто. Представим себе, что у меня есть какие-нибудь три величины x, y и z, которые при изменении, ну скажем, времени t в системе меняются таким образом, что все их бесконечно малые изменения оказаны связаны некоторым соотношением. Ну, например, α dx плюс β t dy плюс γ dz равняется 0. И мы знаем, что это тождество справедливо для всех бесконечно малых изменений. И при этом α, β и γ это не функции x, y, z, а просто константы. Вот в этом случае наше интегрирование, то есть сложение бесконечно большого числа бесконечно маленьких слагаемых оказывается весьма простым. Мы же прекрасно понимаем, что если мы просто сложим все бесконечно маленькие изменения dx, то мы получим x-конечное минус x-начальное. И то же самое произойдет для y и z. Поэтому из вот этого соотношения для бесконечно малых изменений этих величин мы легко простым суммированием, без всяких сложных математических операций, получаем соотношение между конечными изменениями. α x-конечное минус x-начальное плюс β y-конечное минус y-начальное плюс γ z-конечное минус z-начальное равняется нулю. И с точки зрения математика вот это последнее соотношение получено интегрированием исходного соотношения для бесконечно малых изменений. Но мы почти не замечаем каких-либо математических сложностей. И на уровне математики, обычной школьной математики, нам это соотношение тоже кажется достаточно очевидным. И тем не менее, несмотря на всю его кажущуюся очевидность, его можно очень эффективно использовать в решении конкретных физических задач. Я буду называть этот прием прием легким интегрированием или иногда скрытым интегрированием, как будто бы никакого интегрирования тут и вовсе нет. Давайте применим прием легкого интегрирования к решению задачи и условия, которые вы видите на экране. Ясно, что в описанных условиях, где мы толкнули шарика, сила сопротивления всегда направлена против скорости, шарик не будет никуда поворачивать. Он будет совершать одномерное движение. И давайте мы ось, вдоль которой он движется, назовем осью Х, а начало отсчета координат Х совместим с точкой старта. И вот из этой точки у меня шарик стартовал с некоторой скоростью В0. И понятно, что уравнение его движения выйдет следующим образом в проекции на ось Х. МАХ равняется, но сила сопротивления направлена против скорости, и, соответственно, будет равняется минус альфа, умноженное на ВХ. У нас получается такое уравнение. Оно довольно сложное, потому что АХ есть производная от скорости, и перед нами уравнение, связывающее производную функции ВХ от Т с самой функцией. То, что математики называют дифференциальным уравнением. Но посмотрите, если я это соотношение просто умножу на бесконечно малый интервал времени ДТ. У меня получается МАХДТ равняется минус альфа ВХДТ. Понятно, что АХ на ДТ есть, конечно, как раз бесконечно малое изменение скорости ВХ. У меня получается МДВХ равняется минус альфа. А ВХДТ это как раз бесконечно малое изменение координаты Х. И передо мной появляется соотношение, которое связывает дифференциалы, то есть бесконечно маленькие изменения скорости и координаты через постоянные множители. Массу нашего шарика и коэффициент альфа в выражении для силы. Если я теперь просуммирую это соотношение от момента начала движения до момента остановки шарика, то посмотрите, что у меня получится. Масса на конечную скорость, а понятно, что в момент остановки скорость стала нулем, минус начальная скорость, которая равна в ноль, согласно условию задачи, равняется минус альфа. А здесь будет конечное значение координаты. Конечно, это будет максимально достигнутое значение координаты, то есть, собственно, координата точки остановки хм. Естественно, она же будет равна и искомой величине, которую нам надо найти, максимально возможный путь нашего шарика, это как раз и будет хм, минус начальное значение координаты, которое по условию было выбрано равным нулю. Мы получаем очень простое соотношение, из которого находим, что хм, оказывается, равняется м в ноль, поделенное на альфа. И это уже окончательный ответ на вопрос нашей задачи. Он, как видно, получен буквально в пару арифметических действий. Но главное, что мы здесь использовали, мы использовали вот это самое легкое интегрирование. Мы просуммировали аккуратненько бесконечно большое число бесконечно маленьких изменений скорости и координаты и получили то, что нам нужно. Давайте теперь займемся существенно более сложной задачей, которая взята из архива Московской Олимпиады школьников. Обратите внимание, после того, как мы получили наше волшебное соотношение, где дифференциалы, бесконечно малые изменения интересующих нас величин связаны через постоянные множители, дальше решение уже завершается очень быстро. Мы просто производим суммирование всех этих малых приращений между двумя интересующими нас состояниями системы. Поэтому обычно в задачах, в которых используется наш трюк, самое сложное в хитрых задачах – это найти те величины, для которых мы можем написать такое соотношение. Это не всегда прям сразу очевидно. Иногда нужно весьма внимательно проанализировать происходящее в нашей физической системе, чтобы понять, для каких именно величин мы можем написать такое соотношение. А иногда же нам приходится попробовать разные величины, чтобы, наконец, из них выбрать нужные. Ну, давайте обратимся к задаче. Здесь ситуация довольно хитрая. Мы видим, что корабль движется с определенной скоростью, заданной нам V, относительно воды. Но сама вода движется относительно берега, на котором стоит маяк. И поэтому первая мысль, которая нам должна прийти в голову, что вообще анализировать происходящее в системе отчета, которая задана в условии, то есть в системе отчета, связанной с берегом, не очень удобна. Потому что в системе отчета, связанной с берегом, величина скорости корабля, которая есть сумма его скорости относительно воды, и скорости воды. А понятно, что в процессе движения угол между этими векторами будет непрерывно меняться. Вот сама величина скорости в этой системе отчета меняется по сложному закону с течением времени. Нам гораздо проще проанализировать происходящее в правильной системе отчета. Итак, перейдем в систему отчета, связанную с водой. В этой системе отчета корабль все время движется с одной и той же по модулю скорости, меняется только ее направление. Маяк же в этой системе отчета, разумеется, движется с постоянной скоростью у равной скорости течения. В начальный момент времени, как нам сказано, корабль, вот его начальное положение, находится на траверзе маяка, то есть перпендикуляр к линии берега и, соответственно, к скорости у, ведь вода у нас в течении идет вдоль берега, как раз соединяет начальное положение маяка и начальное положение корабля. Поэтому я введу две координатные оси у поперек течения, х вдоль течения и буду следить за движением маяка, который движется равномерно со скоростью у и корабля, который, конечно же, будет все время, поворачивая свою скорость, гнаться за этим самым маяком. В каждый момент времени, согласно условию, вектор скорости v корабля, неизменный по модулю, будет смотреть на маяк. Вот здесь у меня некое положение корабля, это у меня начальное их положение, К0 и 0. Вот в некоторый другой момент времени их положение все равно вектор скорости корабля смотрит прямо на маяк. Это у нас задано непосредственно в условии. Все равно, казалось бы, движение остается довольно сложным. Мы даже не знаем, по какой кривой на самом деле двигается корабль в этой системе отсчета. Но посмотрите, нам ведь довольно легко догадаться, что есть некий набор величин, для которых мы знаем начальные и конечные значения. В самом деле, ведь начальные значения координат корабля при t равняется 0, x корабля, естественно, равняется 0, и y корабля равняется 0. Я совместил начало моей системы координат, начало отсчета, с начальным положением корабля. В момент времени t равному t большое, где t большое интересующее меня время погони. Смотрите, я понимаю, что в этот момент x корабля равняется в точности u на t, потому что корабль догнал маяк, а маяк, понятное время, двигаясь в течение всего времени t с постоянной скоростью u, сдвинулся по оси x на расстояние u на t. Ну а y корабля равняется значению расстояния начальному l между кораблем и маяком. y корабля равняется l. Значит, для этих величин я знаю и начальные и конечные значения, поэтому я бы мог какую-то из этих величин использовать для вот этого легкого интегрирования, потому что, если я просуммирую бесконечно малые изменения x корабля и y корабля, я знаю, чему будет равна соответствующая сумма. Но удобны ли эти величины? Ведь в самом деле я понимаю, что для бесконечно малого изменения dx корабля в некоторый конкретный момент времени давайте я обозначу α, угол между направлением течения и направлением скорости корабля в данный момент времени. Понятно, что в этом случае dx корабля это как раз v косинус α умноженное на dt. И dy корабля также легко записывается это v на синус α умноженное на dt. Но эти соотношения крайне неудобны, ведь эти коэффициенты не константы, угол α сам с течением времени меняется по сложному и неизвестному мне закону. И посмотрев на эти выражения я догадываюсь, что-то у меня не выходит. Я никак не могу скомбинировать из них такое красивое и изящное выражение. Нужна еще какая-нибудь величина начальное и конечное значение, которые мне известны. И тут я догадываюсь. На самом деле в роли такой удобной величины ведь может выступить расстояние между кораблем и маяком. Ведь при t равняется нулю, расстояние между кораблем и маяком равняется l начальному расстоянию. А при t равняется t расстояние между кораблем и маяком становится равным нулю, так как они совместились в одной точке. И значит, мне бы хорошо к этим соотношениям добавить соотношение, описывающее бесконечно мало изменений этого самого расстояния. Ну, давайте подумаем, как нам аккуратно записать это самое dl. Давайте я вот тут выделю отдельно вот этот момент времени. Вот у меня находится корабль, вот у меня находится маяк, скорость корабля направлена прямо на маяк, а маяк движется с скоростью u вот так. И вот этот вот угол у нас равен альфа. Мне трудно заметить, что расстояние между кораблем и маяком убывает из-за того, что корабль движется по направлению к маяку со скоростью v. поэтому в dl будет слагаемая минус v на dt. Но оно не просто убывает, оно еще и растет за счет того, что маяк в нашей системе что-то убегает от корабля. И, конечно, чтобы посмотреть, насколько за бесконечно малое время dt маяк убежит от корабля и должен скорость маяка спроецировать на вот линию, соединяющую корабль и маяк. Как не труд заметить соответствующая проекция скорости будет как раз v на косинус альфа. Ой, прошу прощения, u, да? u на косинус альфа. Поэтому у меня получается плюс u на косинус альфа на dt. Вот у меня три соотношения для бесконечно малых изменений трех величин. И здесь очень неудобный угол альфа. Но посмотрев внимательно, я говорю, ну, пожалуй, вот это вот уравнение для y мне не понадобится. Оно содержит синус, который надо сложным образом выражать, а вот косинус альфа я могу взять из нашего первого уравнения и подставить в третье. В самом деле, ведь отсюда следует, что косинус альфа есть не что иное, косинус альфа на dt, который здесь фигурирует, как dx корабля поделенное на v. И следовательно, мы получаем соотношение, что бесконечно малое изменение l есть минус v dt и плюс заменив косинус альфа на dx корабля на v, получается у меня u поделенное на v на dx корабля. Вот оно, мое заветное соотношение между бесконечно малыми изменениями трех величин, одно из которых расстояние между кораблем и маяком, другое это время t, которое меня интересует, и x-координата корабля. Просуммировав эти бесконечно малые изменения, от момента времени 0 до момента окончания погони, то есть от момента времени t равняется 0 до момента t равняется t, я понимаю, что сумма всех dl это разность конечного и начального значения l это 0 минус l равняется минус v на сумму всех dt, а сумма всех dt дает полное время погони t. Ну и наконец плюс uqv на сумму всех dx корабля, но это разность конечного и начального значения x-координаты корабля, то есть разность ut и 0 на ut. Мы получаем простое соотношение, которое говорит нам, что v в квадрате минус u в квадрате умноженное на t поделенное на v равняется l, то есть что t равняется, как нетрудно заметить, v умноженное на l поделенное на v в квадрате минус u в квадрате. мы посчитали время погони. Да? Как видно, выкладки даже не были очень длинными. При этом мы не знаем сложную форму траектории корабля. Ответ у нас да. Первый вопрос задачи, каково время погони, уже есть. Нас там еще спросили, во сколько раз это время больше минимально возможного времени достижения маяка нашим кораблем. Ну, предполагая, что корабль может двигаться с такой же скоростью v, но теперь рулевой уже будет не плыть непосредственно все время на маяк, а будет, зная о течении, скажем, выбирать оптимальный способ достижения маяка. Что же получится в этом случае, давайте разберемся. Итак, как же нам достичь маяка за минимальное время? Ну, в принципе, это достаточно понятно, ведь если у нас наш рулевой сразу знает о течении, то он может направлять движение своего корабля так, чтобы он в системе отчета, связанной с водой, двигался по прямой сразу в точку встречи. Естественно, такой способ будет самым выгодным, потому что более быстрого движения, чем движение по прямой из начальной точки в конечную не существует. Просто тогда за время Т-минимальное наш корабль пройдет путь В на Т-минимальное, в то время как маяк в этой системе отчета пройдет путь У на Т-минимальное. И эти два отрезка образуют прямоугольный треугольник с начальным расстоянием между кораблем и маяком Л. Поэтому простая теорема Пифагора выдает мне выражение равняется Л в квадрате плюс У в квадрате на Т минимальное в квадрате. Но, естественно, мы обнаруживаем, что Т-минимальное в этом случае есть Л на корень из В в квадрате минусу в квадрате. Это время, конечно же, меньше, чем ток Т, которое нами было найдено. если мы посчитаем отношение Т к Т-минимального, то мы обнаружим, что это не что иное, как В на корень из В в квадрате минусу в квадрате. И, конечно же, это величина больше единицы. То есть, действительно, найденное нам время Т больше, чем Т-минимальное. Вот мы ответили и на второй вопрос нашей задачи. То есть, во сколько раз время движения по алгоритму, при котором рулевой правит прямо на маяк больше, чем минимально возможное время достижения маяка. И снова, очень важно, чтобы этот новый для себя прием использования суммирования бесконечно большого числа бесконечно малых приращений вы порепетировали самостоятельно. И для этого снова даются задачи для самостоятельного решения. Первое из них, как видите, опять посвящено теплоемкости и температуры. Но здесь мы имеем какой-то график зависимости удельной теплоемкости материала от температуры этого материала. И здесь вам нужно вспомнить про то, что при интегрировании мы фактически вычисляем площадь под кривой. А поскольку здесь кривая у меня составлена из прямых, то все площади под этими прямыми легко вычисляются. Это будут просто площади трапеции. И зная геометрическую формулу площади трапеции, вы должны справиться с этой задачей. Вторая задача, вот она уже более хитрая, и она как раз является задачей на прием скрытого интегрирования нашего легкого. Здесь нужно придумать, как свести вычисление искомой величины просто к суммированию таких бесконечно малых приращений известных величин, для которых мы знаем начальное и конечное значение. Ну вот, эта задачка как раз дает возможность подумать над тем, как можно достичь такого нетривиального результата, чтобы без явного интегрирования, используя только суммирование величин с известными начальными и конечными значениями, получить ответ в этой весьма непростой задаче. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...